Привет, друзья! В сегодняшнем видео я продолжаю тему «Живое фото». То есть, это когда мы на фото накладываем определенный эффект и фактически делаем из фото видео. Вот, например, такой интересный эффект. Такой эффект. Такой эффект. Такой новогодний эффект. Вот такие интересные эффекты. И все это делается, как вы догадываетесь, при помощи специального приложения, которое мы сегодня подробно и рассмотрим. Друзья, если вам так же, как и мне, интересна тема обработки фото и монтажа видео на своем телефоне, приглашаю вас подписаться на мой канал, где я провожу обзоры разнообразных полезных приложений для оформления социальных сетей. Буду рада видеть вас на своем канале. Также буду рада вашим лайкам и комментариям. Подписывайтесь. Приложение называется Vimage. Скачать его можно, соответственно, в Google Play или в App Store. У меня Android, поэтому я скачиваю в Google Play. То есть, оно у меня уже скачано. И я его открываю. Нас встречает такая первая страничка. Это Video Image, сокращенно Vimage. Вот такая страница. Здесь нам предлагается либо зарегистрироваться, либо войти. Зарегистрироваться можно при помощи социальных сетей. Тогда можно присоединиться к сообществу, в котором можно отделиться своим творчеством. Но это не обязательно. Можно просто начать в нем работать. Для этого нажимаем вкладочку плюсик. И здесь у нас есть возможность либо загрузить фотографии со своей галереей в телефоне, либо воспользоваться фотостоком, что очень удобно. Здесь нам предлагаются фотографии с фотостока Unsplash. Как вы знаете, это фотографии, которые можно брать абсолютно бесплатно, и не нарушая ничьи авторские права. Иногда можно пользоваться, если своих фотографий не хватает. Итак, давайте выберем какое-нибудь интересное фото. Здесь вверху есть разбивка по категориям. Но, помимо прочего, можно воспользоваться поиском и выбрать какую-нибудь фотографию. Например, я выбираю кофе. Вот такую фотографию. Итак, мы выбрали фотографию и заходим во вкладочку эффекты. Здесь тоже есть разбивка по категориям. Если мы выберем еда и напитки, то, как видите, здесь для кофе есть аж две кружечки. Но давайте выберем вот такой эффект. Если мы его аккуратненько растянем, поставим и нажимаем галочку соглашаемся. После того, как мы согласились, у нас еще есть возможность корректировки. Но корректировка здесь такая. Можно увеличить или уменьшить скорость. Можно сделать вращение в другую сторону, в противоположную. Например, вот так. Размытость. Это размытость самого эффекта. Но в данном случае нам это не нужно. Прозрачность. Тоже прозрачность эффекта. Можно вот так сделать полупрозрачным. Но, по-моему, лучше, когда он не прозрачный. Есть регулировка цвета RGB. То есть каждый цвет красный мы можем регулировать отдельно. Зеленый и синий. Потом есть вкладочка цвет. Здесь просто можно тоже накладывать определенный цвет. Но у нас цвет как раз нормальный. Далее идет вкладочка насыщенность. Либо добавляет ему насыщенность. Либо можно увести в черно-белый. Но тоже в нашем случае это не подходит. Яркость можно сделать чуть-чуть ярче. И контрастность можно тоже порегулировать контрастность. Вот таким образом. И после того, как мы закончили редактирование, можно либо нажать на плюсик и добавить еще один эффект. Либо сохранить. Для сохранения нажимаем стрелочку вверх. Здесь мы видим, что в платной версии нам предлагается разрешение HD. И убрать водяной знак. Длительность по умолчанию 5 секунд. Ну, поскольку у нас бесплатная версия, мы просто нажимаем экспорт. Наше видео готовится. И вот теперь мы можем его сохранить в телефон. Для этого нужно нажать на вкладку «Сохранить». У меня она иногда глючит, и мне приходится несколько раз нажимать. После того, как мы нажмем вкладку «Сохранить», у нас появится выбор «Сохранить как видео» либо «Сохранить как GIF». Я чаще всего сохраняю как видео. Потому что формат GIF, как вы знаете, в Инстаграме не проходит. А в других соцсетях проходит. Так что тут на ваш выбор. Ну что ж, друзья, как вы уже поняли, здесь огромное количество разнообразных эффектов. Здесь и растения, и животные, и еда. Фантазируйте как хотите. Главное, чтобы этот эффект подходил по смыслу фотографии. Все эти эффекты бесплатные. Единственное ограничение, что в бесплатной версии программы всегда будет в углу фотографии внизу логотип. Но это ограничение можно обойти, как вы уже догадываетесь. Если мы выберем вертикальную фотографию, вот такую вытянутую, а публиковать будем, например, в Инстаграме, то там фотография обрежется либо до квадрата, либо до соотношения 3 к 4. И, как правило, этот логотип обрезается. Вот таким образом можно это обойти. Можно добавлять два эффекта сразу. У меня получилось сохранить с двумя эффектами. Ну, в общем, я думаю, с этими эффектами все понятно. Посмотрим, что еще умеет это приложение. Здесь есть вкладочка 3D-камера. Давайте нажмем на нее. И вот видим такой 3D-эффект. Программа сама определила, где здесь передний план, где задний план. И получилось такое движение. Нужно сказать, что для такого эффекта больше всего подойдут фотографии, там, где есть четко выраженный передний план и задний план. И желательно, чтобы они были контрастны по отношению друг к другу. Потому что если передний и задний план сливаются, либо слишком пестрые, то программа не сможет определить, где передний, где задний план. И такого эффекта не получится. Ну и вот смотрим, что у нас получилось. Есть вкладка «Выберите передний план». Но мы, как видим, программа сама очень хорошо определила его. Здесь корректировать ничего не нужно. Следующая вкладка «Движение камеры». Здесь можно выбрать, как будет двигаться наша камера. И кроме того, вот беленький кружочек, мы можем его выставлять. И в зависимости от того, как мы его выставляем, движение тоже будет меняться. Ну вот внизу, по-моему, самый удачный вариант. И здесь вот выбираем движение камеры. Вот можно справа влево, слева направо. Даже вот немного с поворотом интересно получается. Вот такой эффект. Вторая вкладка «Интенсивность камеры» стоит на максимуме. Но можем это движение сделать поменьше или побольше. Размытость. Размывает задний фон. Если его размыть вообще максимально, то человек как будто бы повисает в воздухе. Ну, в данной фотографии можно чуть-чуть только размыть задний фон. Скорость. Можно увеличить скорость. Но причем эта скорость применяется почему-то только к заднему фону. Как видите, передний фон двигается с одной скоростью, задний фон с другой. Либо поменять направление движения этого фона. И правки. Вот здесь инструмент очень непонятный, честно говоря. Ну, вот такой интересный эффект еще 3D. После того, как мы добавили 3D, мы можем нажать на плюсик. И добавить снова еще какой-то эффект. Либо выбрать его из эффектов. Либо вот есть еще эффект «Волшебное небо». Давайте посмотрим, что это такое. Белая точка регулирует нам именно откуда будет начинаться этот эффект. Если мы его передвинем на небо, то если вы заметили, облака начали двигаться. Но здесь надо именно хорошо, правильно расположить эту белую точку. Но, как видите, уже начали от пальмы кусочки отлетать. Эта вкладка «Волшебное небо» она не очень хорошо работает. Здесь тоже есть какие-то правки, но не очень понятно, как тут все работает. Я вот пытаюсь пальму как бы зафиксировать, чтобы от нее не отлетало ничего. Но, как видим, это не помогло. Ну, во всяком случае, есть такая функция. Иногда она хорошо срабатывает, иногда не очень. И скорость этого самого неба тоже вот мы сделали быстрее тучки. Как видите, мы добавили два эффекта. Если нам все понравилось, можем сохранить эту фотографию, точнее уже теперь видео. Давайте посмотрим следующий эффект, который называется «Растянуть». Здесь нам предлагают выбрать область кисточкой. Здесь умная кисть, но мне как-то в данном случае она как-то не очень хорошо работает. Берем обычную кисточку и просто отделяем воду от неба. Можно расширять фотографию. Делать так, как нам удобно. Замазываем всю воду аккуратненько. Соглашаемся. И видим, что у нас вода двигается. Вот здесь нужно подкорректировать уголочек. И регулируя направление этой стрелочки, получаем разное движение воды. Вот такой тоже интересный эффект. По-моему, он подходит для моря или для неба. Здесь также регулируется скорость. Можно сделать быстрее. Но так, по-моему, нормально. Следующая вкладка «Плавность». Плавный эффект. То есть мы не видим переходов в движении воды. И если мы сделаем яркость, это, наверное, просто плохой перевод, то получится как бумеранг. Движение туда-сюда. Ну, плавность, по-моему, более красива. Вот такой еще есть эффект. И давайте посмотрим еще один эффект, который называется «Поток». Выбираем его. Вот у нас есть стрелочка «Путь». Давайте сделаем, чтобы этот водопад у нас двигался. Вот таким образом. Посмотрим, что у нас вышло. И видим, что у нас двигается все вместе с горами. Для этого мы выбираем вторую вкладочку «Стоп-кадр». И теперь очень аккуратненько выделяем те области, которые не должны двигаться. Причем заходим на территорию воды, чтобы горы наши никак не двигались. Проходимся этими точками по всей фотографии. И теперь смотрим, что наш водопад ожил. Можем подрегулировать скорость. Вот наша вода быстрее двигается. Еще быстрее. Единственное, что вот здесь наверху все равно какие-то происходят движения. Те, которые нам не нужны. Но я пытаюсь тут как бы все зафиксировать. Смотрим. Не очень хорошо оно фиксируется. Но, в общем, есть как есть. Таким образом, мы оживили фотографию. Вот такой эффект еще называется «Синемография». И здесь вот тоже вкладочка «Плавный». Если мы делаем яркость, то получается как бумеранг. Вода двигается туда-сюда. Плавный, вода двигается непрерывно. Вот такой еще интересный эффект в этой программе. Ну что ж, друзья, мы рассмотрели все инструменты, которые есть в этой программе. У нас остались только текст и аудио. И сейчас мы их рассмотрим. Текст. Просто добавляем свой текст. Вот он наш текст. Что у нас здесь есть? Есть шрифты, но, как обычно, они для латиницы, для кириллицы. Но они так слегка только меняются. И все. Выравнивание. Это выравнивание по правому или по левому краю, либо по центру. Интервалы. Интервалы между буквами. И интервалы между строками. Можно слегка растянуть. И цвет. Можем выбрать пользовательский цвет. Вот здесь на палитре можем какой-то свой цвет добавить. Либо выбрать, вводя пальцем по картинке, подобрать какой-то цвет. Таким образом можно. И прозрачность. Вот это все инструменты для текста. Теперь еще обращу ваше внимание. Как нам удалить эффект, который мы добавили. Вот у нас есть наша фотография. Вокруг нее кружочек зеленый. И наш текст. Вот когда текст выделен зеленым кружочком, мы можем нажать корзиночку и удалить этот эффект. И это относится к любым эффектам. И у нас еще осталась музыка. Что касается музыки. Здесь в программе нет музыки. Можно только подгрузить со своего телефона. Вот у меня в телефоне есть несколько файлов музыкальных. Мы добавляем музыку, если будем проигрывать. Надеюсь, вам немножко слышно. Теперь получается фотография с музыкой. По поводу времени. Можно регулировать время музыки, но только до одной минуты. Нажимая на секунды, они увеличиваются на 10 секунд. Потом идет спрос снова на 10 секунд. И войдя по шкале, мы можем выбрать музыку не сначала, а какой-то ее участок. И громкость музыки можно подрегулировать. Но я поставлю на максимальную. Вот таким образом. Друзья, мы рассмотрели все инструменты данной программы. Если видео было вам полезным, буду рада вашим лайкам и комментариям. И приглашаю вас подписаться на мой канал, где я провожу обзоры разнообразных полезных приложений. Буду рада видеть вас на своем канале.